Речь у нас с вами пойдет о технологии, разработанной Анатолием Даровичем Юницким. Презентация у нас, как всегда, состоит из двух частей. Первая часть – это технология, вторая часть – предложение компании Skyway Capital, инвестиционная возможность, одна из самых лучших на рынке вместиться на сегодняшний день. Соответственно, первая часть будет кратко дана информация о технологии. Мы в последнее время не заостряем подробное внимание на том, что это было сделано тогда-то, какие шаги были предприняты в прошлом и так далее. У нас есть что рассказать в данный момент. У нас есть что рассказать о том, что происходит сейчас. Поэтому, краткое представление технологии и инвестиционное предложение компании Skyway Capital. Я рассчитываю занять у вас порядка 35-40 минут. Поэтому, если вы пришли, наберитесь терпения. Если у вас есть возможность кому-то сейчас отправить ссылку и пригласить на данный вебинар, приглашайте. Я же двигаюсь по информации о нашем вебинаре. Итак, коллеги, человек, который является разработчиком струнных технологий, генеральным конструктором струнных технологий, президентом группы компании Skyway, который выводит на мировой транспортный рынок новую инновационную технологию транспортную, это Анатолий Дородченицкий, родившийся на территории бывшего Советского Союза, на территории Белоруссии сегодня. Поэтому на слайде вы видите, что он российский ученый, изобретатель, предприниматель, мы его называем белорусский ученый, изобретатель, предприниматель, советский, потому что корнями это все уходит в Советский Союз. За время разработки и внедрения технологий, она это усложена сегодня порядка 39 лет, дважды такая организация, как ООН, выделяла денежные средства на основании экспертных оценок и заключений, которые давали специалисты данной структуры, деньги выделялись на развитие технологий струнного транспорта. Одна из первых структур, которая признала всю перспективность и полезность данной технологии, была Федерация космонавтики СССР, членом которой стал Анатолий Дородченицкий в 80-х годах прошлого столетия. У него более 140 различных изобретений, многие из них сегодня реализованы на практике и в промышленности, и в сельском хозяйстве. У него есть 18 монографий, более 200 научных работ, с целым рядом из которых вы можете познакомиться на сайте инженера Юницкого, ссылку на который, точнее, скажем так, адрес которого вы видите внизу данного слайда. Три высших образования Анатолия Эдуардовича, это инженер транспорта, направление патентного права изобретательства и проектирования строительства, высотных зданий, инфраструктурных сооружений, он сегодня использует свои технологии. Технологии, которые затрагивают не только транспорт второго уровня, о котором мы обычно с вами долго говорим, то есть транспорт, который поднят на землю, у которого, скажем так, есть огромное количество преимуществ, целый ряд из которых вы сейчас видите на данном слайде, по сравнению с теми технологиями, которые мы с вами давно освоили, которые мы используем в транспортной отрасли. Это автомобильный транспорт, железнодорожный, воздушный транспорт и водный. Водный вообще человечество известен не одну тысячу лет. Три транспорта остальные, они немножко попозже вошли в нашу с вами жизнь. И по сути каждый год происходят какие-то усовершенствования во всех этих трех транспортных системах, железная дорога, авиация и автомобильный транспорт. Но, как правило, они касаются чего, что транспорт становится немного более экономичным, он становится более комфортным, в нем появляются какие-то устройства, позволяющие вам интелликаться, может, даже от дороги, даже автопилот, то есть на автомобиль, который планируют установить. Что еще хотелось бы сказать? Струнные технологии, это не только транспорт, это также возможность строительства высотных зданий, зданий коттеджного типа по струнным технологиям. Это строительство портов, которые могут быть вынесены от береговой линии в акватории морей, океанов и крупных озер, на естественные глубины, до 20-30 метров глубина, чтобы не нужно было проводить огромное количество работ по созданию фарватера возле береговой линии и так далее. Это строительство мостов, строительство взлетно-посадочных полос, аэропортов, аэродромов. То есть струнные технологии, у них довольно широкий спектр применения. Мы же в основном с вами говорим непосредственно о транспорте, и для того, чтобы сложилась полная картина, что из себя представляет транспорт Skyway, сейчас мы его называем, Skyway это небесные дороги, небесные дороги Емитского. Я хочу включить ролик двухминутный, он короткий, который расскажет о технологии Transnet, о следующем шаге в истории развития мировой паутины. Только мировой паутины не той, к которой мы с вами привыкли, и к которой пользуемся практически ежедневно, но особенно в крупных городах и те люди, кому нравится. Это паутина интернет. Кстати, технология, вошедшая в нашу жизнь, круто ее изменившая, создавшая огромное количество новых фабрик, заводов, новых квалифицированных рабочих мест, мы сегодня можем делать те вещи, о которых раньше даже не могли подумать. Вот даже с вами просто общаться, и вы можете меня видеть. В 70-е годы прошлого века, я помню, в фильме «31-е имя, лунный день» это казалось фантастикой, что люди могли общаться по видеотелефону. Сегодня все это возможно. Итак, друзья, я попробую сейчас включить ролик под названием Transnet, он расскажет кратко, что из себя представляют технологии, но вот если у меня получится. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционная транспортная система неоптимальна и не отвечает требования времени. Почему-то он не показывает... Идея новой транспортной технологии... Давайте так, у вас эстеролик идет, я сейчас выгружусь, постараюсь перезагрузить... Основа Transnet – жесткая струнного рельса, по своей сути мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Transnet – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Transnet эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождений, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах Севера России. Transnet – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Так, я стараюсь предположить, что ролик закончился. Если так, поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня сейчас снова слышите. Потому что как бы у меня появился ролик, но не появился звук. Ага, все, коллеги, тогда я выключаю ролик про Transnet и будем двигаться дальше. Итак, вы видели ролик про технологию, которая называется Transnet, поэтому я сейчас не буду заострять внимание на каждом преимуществе технологии по отношению к тем транспортным системам, что мы используем с вами ежедневно. Добавил, наверное, важный показатель, ну, наверное, самый важный – это безопасность. То есть мы, в принципе, с вами перемещаемся в различных транспортных средствах, мы бы хотели спокойно сесть и выйти на конечной точке нашего маршрута. К сожалению, ежегодно погибает огромное количество людей в различных авариях и автокатастрофах. И данные эти колеблются в сределах от миллиона до полутора миллиона человек уже. То есть, в принципе, как говорит Анатолий Эдуардович, автомат Калашникова, который был создан для того, чтобы убивать людей, за год убивает гораздо меньше, чем автомобиль, который, вроде бы, был создан для комфорта и для передвижения по планете. Так вот, безопасность основана на том, что действительно транспортная структура поднята на землю, то есть транспортные средства, которые будут перевозить грузы людей, не будут пересекаться с людскими потоками, с животными, дикими либо домашними, на которых мы иногда сталкиваемся, вот приедешь на машине, стоишь и ждешь, пока стадо перейдет дорогу, да, и так далее, и так далее. Вот, второе, запас прочности путевой структуры в струнных рельсах. Это металлический рельс, внутри которого, скажем так, натянута высоко легированная проблока, она может быть в пучках, то есть предварительно напряженная путевая структура. Вот, запас прочности от 10 до 100 крат, в зависимости от вида транспортной системы. А мы с вами говорим о трех сегментах транспортного рынка. Это высокоскоростной Skyway международный и международный со скоростью до 500 км в час. Это городской транспорт по скорости от 50 до 150 км в час. Это транспорт грузовой, который сможет передвигаться по скоростью до 120 км в час. При этом протяженность трассы может составлять 1000 км. Как заявляет генеральный конструктор, до 10 000 км может быть протяженность одной трассы. Вот о каком транспорте мы говорим. Каждое транспортное средство будет снабжено специальным противосходным устройством, который не будет позволять транспорту сходить с рельс, сваливаться в сторону, либо переворачивать. Данный вид транспорта можно назвать всепогодным, всерельефным, потому что такие явления природы, как сильный снегопад, сильный дождь, туман и так далее, никак не будут придеть и мешать перемещению транспорта по путевой структуре SkyWay. Наводнение, которое у нас бывает, либо из-за сильных дождей, либо когда у нас тает снега неожиданно по весне, и много-много другое. То есть преимуществ огромное количество, подробно обо всем об этом можно найти информацию на сайте компании SkyWay Capital, на сайте самого Анатолия Дарвича Юницкого. Поэтому, если вы обладаете пытливым умом, я думаю, многие из вас эту информацию уже много раз слышат. Итак, друзья, история. Раньше мы на ней заостряли внимание, на этом слайде мы висели порой по 10, по 15, по 20 минут, потому что нам нечего было рассказать, в каком плане, то, что у нас на тот момент, продемонстрировать было нечего, как мы говорим. То есть мы говорили о том, что технология создана, о том, что есть Юницкий, о том, что он работает над своей технологией, мы привлекаем инвестиции. И, в принципе, сегодня, по сути дела, задача компании, которая сейчас в презентации идет, о которой я рассказываю, это привлечение инвестиций, привлечение финансов для строительства второго уже в истории Анатолия Дарвича Юницкого участка под названием демонстрационно-фертификационный центр, либо это технопарк, сегодня это происходит в Белоруссии, для того, чтобы продемонстрировать все три вида транспорта, да, у нас запланировано это сделать в 2017 году, и сертифицировать их, и с этими транспортными системами, готовыми выйти на мировой транспортный рынок, и начать реализовывать то большое количество адресных проектов, потенциал которых сегодня уже составляет не один десяток. То есть у нас уже есть конкретные, скажем так, места, где только ждут. Продемонстрируйте и будем строить. Итак, решение о движении, скажем, по той схеме, которая осуществляется сегодня, эта схема называется либо платформа краудинвестинг, то есть возможность привлечения денежных средств от физических лиц, которым предоставляется возможность стать совладельцами идеи, технологий, да, которые у нас сегодня выводятся, и в дальнейшем получать доход в виде либо дивидендов, да, когда мы выйдем на рынок, международный рынок инвестиций, всеми пакетами долей компании, которые вы сегодня можете приобрести, вот, и получать дивиденды от тех дорог, которые будут построены в разных уголках земного шара, и прибыль, которая будет получаться компании, да, в 20% от этой прибыли по нашему меморандуму, который у нас имеется, будет распределяться между теми, кто сегодня становится на выгодных условиях со владельцами данной технологии. Так вот, но к этому пришли в 2014-2013 году, когда Анатолий Дарвич оценил свою интеллектуальную собственность, это было уже на четвертом этапе развития технологии, да, оценена технология была в сумму, интеллектуальную собственность, в сумму, превышающую 400 миллиардов долларов США, после этого была зарегистрирована компания в Великобританию, и юристский обратился к нам с вами, чтобы вы становились совладельцами технологии, инвестировали денежные средства в технологию Skyway. До этого было еще три этапа развития технологий, первый из них был довольно длительным, с конца 70-х, посередину 90-х, и первая заявка на изобретение, первая публикация научная, научно-практическая конференция в Белоруссии, была в городе Гомеле по внеракетному освоению космоса и по странному транспорту в том числе. Это признание Федерации космонавтики СССР, это грант Советского фонда мира, то есть все это было на первом этапе. На втором уже, скажем так, все стало развиваться немного быстрее, появилась своя научная школа, в Питере было проведено большое количество испытаний в аэродинамической трубе, для снижения коэффициента аэродинамического сопротивления будущего подвижного состава. Демонстрация действующих физических моделей, 1 в 5, 1 в 10, 1 в 15, это полученный грант Организации обненных наций, первый, на втором этапе развития технологии, и по сути отработанный на бумаге технологии первого поколения. Третий этап был важен, потому что был тестовый участок, полигон мы так его называли, в подмосковном городе Озера, у Анатолия Бердовича Юницкого, благодаря, скажем так, активному содействию господина Лебедя, он был тогда губернатором Красноярского края, то есть появился участок в Подмосковье, планировалось построить дорогу от Озер до Москвы, да, и в это время, скажем так, на полигоне в подмосковном городе Озера, и было проведено большое количество испытаний, отработан целый ряд методик струнного транспорта, да, целый ряд международных делегаций посещали полигон, соответственно, скажем так, чиновники и эксперты целого ряда государственных структур, связанные с транспортной отраслью, тоже были на полигоне и давали свои экспертные оценки. До что до того, что были заключены целый ряд контрактов о строительстве дорог на, в целом ряде регионов Российской Федерации по технологии, разработанной Юницким. Вот, второй грант организации обменных наций был получен, и, что очень важно, данная технология в конце этого третьего периода была представлена президенту Медведеву, казалось бы, бери и развивай, но, к сожалению, госсовет, на котором присутствуют губернаторы всех, скажем так, регионов Российской Федерации, министры профильных министерств, привело к тому, что полигона не стало, хотя было дано распоряжение Министерству транспорта изыскать порядка миллиарда рублей на развитие данной технологии, скажем так, в первую очередь в Ульяновском регионе, да, потому что технологию представлял на госсовет именно губернатор Ульяновской области. Легко найти ролик, который демонстрирует о том, что данная информация, то, что я донес, была реальностью, да, в принципе, я сейчас его ставить не буду, он у меня здесь есть, но, я думаю, скажем так, время не буду занимать, если вы захотите, вы его найдете на наших интернет-ресурсах, на YouTube и так далее. В прямом эфире по каналу 224, сейчас-то Россия 24, шел этот госсовет и рассказывает о технологии Анатолия Дарвича-Ницкого. На данном слайде вы видите небольшой перечень структур, который давал свои экспертные оценки заключения во время существования полигона в подмосковном городе Азира. То есть полигон сыграл свою роль, он продемонстрировал всему миру, потому что в это время о технологии говорили на огромном количестве телевизионных каналов и центральных, и региональных, были даже целый ряд тематических передач, посвященных технологии, на которых присутствовал и сам Анатолий Дарвича-Ницкий. В это время Анатолий Дарвич вместе с технологией принимал участие в целом ряде выставок, форумах, посвященных в первую очередь теме транспорта, и было получено порядка 40 различных международных дипломов и наградок. Я люблю говорить о том, что две премии «Золотая» и «Юнистская лесница» были получены в номинации «Проект года в транспортной отрасли». Одна премия все время смотрит на меня здесь, в нашем офисе, на коте моего стола. То есть технология уже была известна в десятых годах нашего тысячелетия, и по сути дела, после того, как полигона не стало, было проведено большое количество переговоров с людьми миру бизнеса, либо с чиновниками, ни к чему они не привели, поэтому Юнистский, оценив свою интеллектуальную собственность, обратился к нам с вами. 2014 год стал, скажем так, первым годом сбора инвестиций. Первые инвестиции пришли в январе 2014 года. В мае уже открылось первое конструкторское предприятие на территории Республики Беларусь, появились первые конструкторские кадры. А 2015 год, который был прошлым, он стал переломным, потому что именно в 2015 году определились с участком местности, где будем это строить. Это бывший конкодром недалеко от города Марина-Горка в Минской области. В июне месяце, наконец-то, после аукциона, получили права на эту землю, на долгосрочную аренду, площадь порядка 36 гитар в Пуховичском районе Минской области. Далее, были проведены целый ряд переговоров с потенциальными партнерами из обмена Арабских Эмиратов, и была предложена идея строительства линейного города в Эмирате Абу-Даби. И, в принципе, все это может развиваться. Наша задача сейчас продемонстрировать, что из себя представляет этот транспорт осенью этого года. Далее, важный момент, что в начале лета 2015 года бывший министр транспорта Род Хук из Австралии первый раз услышал о данной технологии, а в сентябре посетил наше конструкторское бюро и территорию Экотехнопарка. Поснакомился с Анатолием Даровичем Юницким, со специалистами нашей компании, увидел, что проделал на тот момент. И сейчас, по сути дела, это наш активный приверженец. Он сегодня возглавляет нашу австралийскую компанию, которая занимает популяризацией проекта на австралийском контингенте. И все идет к тому, что до конца 2016 года в Австралии уже тоже начнется строительство дорог по технологии, разработанной Эмиске. Далее, 2015 год чем еще интересен? Тем, что в сентябре был получен так называемый международный индикационный код ценной бумаги, iSIM. Это процедура, которую проходят те публичные компании, акции которых сегодня котируются на международных биржах. Также состоялась процедура закладки нулевого километра на территории Экотехнопарка. Само строительство началось практически в конце июля, начале августа 2015 года. И сегодня не прекращается ни на один день. То есть строится у нас там три трассы, какие мы сейчас с вами впереди еще поговорим. Далее, в 2015 же году прошла конференция, когда была закладка нулевого километра. В октябре месяце несколько десятков наших инвесторов собрались в Нинске. И Анатолий Бердорович Нинский на тот момент отчитался, что было проделано на те средства, которые были проинвестированы в проект. И какие планы на ближайшее будущее. Важный момент, на который еще стоит обратить внимание. Конец года 2015 руководство компании в конце ноября пришло к решению принимать инвестиции от частных лиц, от физических лиц посредством возможности оплаты пакетов долей компании в рассрочку. Это удобно людям. Они могут инвестировать незначительные денежные средства ежемесячно и на выходе получать большой пакет долей компании. Это удобно компании, потому что у нас есть 15-й этапный план развития. И вот сегодня буквально уже закончился седьмой. Мы в октябре месяце 17-го числа переходим на восьмой этап развития. Каждый из них подразумевает определенный набор работ, которые надо выполнить. Соответственно, на каждую эту работу нужно финансирование. И седьмой этап закончился. Работы, которые необходимо было выполнить, сделаны. Вот сейчас мы переходим на восьмой этап. Будет еще и смена дисконта. Это уровень доходности. Я маленький акцент сделаю чуть-чуть позже, во время нашей презентации. Итак, мы перешли на возможность инвестирования в наш проект посредством рассрочки. 16-й год, на который было много планов. И самое важное, что произошло в начале 16-го года, это опять же обращение Юницкого к Медведеву. Он написал письмо, в котором поблагодарил его за то, что обратил на Госсовете внимание на технологию, за то, что, скажем так, уделил этому время, внимание. И сказал, что вопрос, который вы задали во время данного Госсовета, мы решили, у нас есть инвестирование, мы строимся на территории Республики Беларусь. Приезжайте, в конце года будем демонстрировать то, что мы создали. Далее. 11 февраля 2016 года экспертный совет Министерства транспорта Российской Федерации признал технологию, разработанную Юницким, инновационной. Это очень важно. То есть нам два года крутили виска, говорили, что вы занимаетесь непонятно чем, у вас какой-то хайповский проект, что это за технологии, которые, скажем так, обращаются к людям и собирают с них деньги и так далее, и так далее. Непонятно что, инновационной технологией не назовут. Это огромный плюс, который, скажем так, мы получили в начале этого года. После чего, кстати, очень активно стал развиваться бизнес в странах Европы. То есть, как бы тогда те люди, которые проживают в тех странах, они могут где-то педальтично и любят порядок, но раз признание есть в Министерстве экономики транспорта, значит это и есть. Мало того, многие из них уже убедились лично в том, что проделано, потому что посещали территорию этих технопарков. Далее, 25 марта заседание рабочей группы того же экспертного совета признает технологию разработанную в Министерстве перспективным по использованию в Российской Федерации. В планах компании на этот год было построить уже, скажем так, полную действующую городской участок трассы, легкой трассы, идея которой, кстати, родилась в процессе уже начала инвестирования. То есть, раньше о Unibike никто не говорил. Ну, в этом не заслуга Алексея Суходовева, да? Сам ли он это придумал, либо кто-то ему порекомендовал. Но, тем не менее, сегодня есть Unibike, который позволяет, скажем так, людям, сидящим в этом двухместном Unibike, удобно крутить педали, да? И заниматься спортом, с одной стороны, а с другой стороны перемещаться по планете со скоростью, если только от педалей свыше 60 км в час. Параллельно сейчас идет стройка грузовой трассы, то есть были возведены анкерные опоры легкой трассы, были возведены анкерные опоры грузовой трассы. Дальше сейчас будет строиться погрузочно-разгрузочный терминал и пекелая структура. К 2017 году планируется начать строительство, если выбьем участок местности, а к этому все идет. 15-километровый участок, где будет демонстрируется дальнейший высокоскоростной участок. 23-24 числа этого месяца апреля в этом году состоялось первое крупное мероприятие, да? Более 700 наших инвесторов были в городе Минске, были на территории Котехнопарка первый день, второй день эта конференция проходила в Минске в самом непосредственно, в гостинице Пекина. То есть люди приехали и своими глазами увидели, что сделал на тот момент. У кого-то отлегло, да? Потому что были те, которые вложили деньги давно, думают, что ж там белки-палки, ничего не строится, ничего не ездит. Приехали, посмотрели, уехали довольны. И 20-23 числа сентября месяца в городе Берлине прошло крупное транспортное, скажем так, мероприятие, конвенция, как ее еще называют, проходящая раз в два года. То есть в мире транспорта это значительное событие. Называется оно инотранс, было там порядка 2700 с лишним, почти 2800 компаний. Одной из них была компания струнной технологии, которая представляла технологию Skyway. Было пять, скажем так, экспозиционных мест. То есть это и модуль, который охранный, да, струнное ограждение, это Unibike, это Unibus полноразмерный, 14-местный, который будет использован в городском транспорте. Это, скажем так, модель самой путевой структуры вот такого масштаба и двигатель, мотор-колесо. То есть вот об этом шла речь. Огромное количество специалистов в транспортном отрасли, чиновников разных государств посещали нашу экспозицию и выражали свое положительное мнение о том, что было создано. Даже конкуренты, такие как РЖД Партнер, да, есть такое издательство, то есть только во время этого мероприятия, 4 дня оно длилось, вот, трижды выпускало статью на своем интернет-издании о том, что вот струнные технологии представлены на Инотрансе, там, первый, второй, третий. Далее. Сейчас, в данный момент, сегодня, последний день, проходит выставка под названием «Транспорт и логистика-2016». Это Белоруссия, это город Минск, и на этой выставке представлено там порядка нескольких десятков компаний, которые имеют отношение к транспорту непосредственно как к транспортным средствам, путевым структурам и так далее, и информационное обеспечение, скажем так, транспортного отрасла. Это Австрия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина, Франция, Швеция, Белоруссия, само собой. Одним из предприятий является компания «Струнные технологии», вы видите письмо, приглашение на участие в данном мероприятии. Не буду долго останавливаться в данный момент на том, что в средствах массовой информации о нас в последнее время все чаще и чаще говорится, потому что фактически это происходит каждый день. Интернет-изнания, телевизионные каналы, печатная пресса, радиостанции, целого ряда стран, начиная от Австралии, заканчивая европейскими, посвящали время, уделяли внимание презентациям данного проекта. Росфук очень активно продвигает его на территории Австралии, целый ряд телевизионных каналов показывал нашу технологию. За последнее время у нас создано направление, управление или отдел, который занимается реализацией адресных проектов. Например, подписан договор со Словацким транспортным университетом о взаимодействии и цель создания адресных проектов на территории Центральной Европы и Словакии в частности. Кстати, после того, как договор был подписан, через пару-тройку дней на Словацком телевидении вышла передача краткой о технологии SkyWay. И были озвучены планы о строительстве дорог по технологии SkyWay в городе Нитро. Это Словакия. Итак, коллеги, чтобы не быть голословным и так далее, действительно, сейчас, наверное, самым важным мероприятием, которое проходит у нас в данный момент является выставка транспорт и логистика. Я вам включу один ролик, второй, а потом поговорим об инвестиционном предложении компании SkyWay. У меня вот сейчас, когда опять просьба, то есть, пошел ли ролик, да? Как мы уже сообщали в своих новостных выпусках, согласно распоряжению премьер-министра Республики Беларусь номер 136-Р, От 12 апреля 2016 года Министерство транспорта и коммуникации совместно с заинтересованными организациями с 4 по 6 октября 2016 года проводит в городе Минске Белорусскую транспортную неделю, в рамках которой минчане и гости белорусской столицы смогут посетить 10-ю международную специализированную выставку «Транспорт и логистика-2016». В эти же дни состоится и 10-й Белорусский транспортно-логистический конгресс. Деловая часть Белорусской транспортной недели включает конференции, семинары и круглые столы, на которых отечественные и зарубежные эксперты представляют современные технологические решения в области транспорта и логистики. Среди же инновационных разработок, которым уделяется огромное внимание организаторами выставки, присутствуют уже известные вам по нашим видеорепортажам из Перлина, впервые продемонстрированные на международной выставке «Инотранспорт-2016» электробус ОАО «Белкамонмаш». И, здесь мы подходим к самому важному, промышленные образцы подвижного состава, охранного модуля и действующая модель путевой структуры «Скайвей», представленной из ООО «Струнные технологии». Пристальное внимание к нашему проекту и важность участия в данной выставке подтверждается сразу несколькими последовательными событиями. Снова тем фактом, что приглашение поступило от самих организаторов, как это было и в Германии. На нашей экспозиции опять наблюдается самое большое количество посетителей, и в первый же день стенд «Скайвей» посетили. Председатель организационного комитета, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Николаевич Калинин, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Анатолий Александрович Сивак, министр транспорта и связи Литвы Римон Тассенкевичус и многие другие. Не обошел нас своим вниманием и первый заместитель председателя Президиума Национальной Академии Наук Беларуси Сергей Антонович Чижик, который не только с большим интересом ознакомился с экспозицией, но и оставил положительный отзыв в книге почетных гостей. Первый день работы выставки «Транспорт и логистика-2016» был также отмечен продуктивными переговорами с заместителем главы администрации города Липецка из Российской Федерации, председателем Департамента экономического развития Александром Владимировичем Лысовым, на которых были обсуждены планы сотрудничества города с закрытым акционерным обществом «Струнные технологии», включающие адресные проекты. Помимо этого, на территории нашей экспозиции выстроилась настоящая очередь за биографическими книгами о создателе струнного транспорта «Юнитского небесной дороги», который лично подписывал оказавшимся в то время на стенде SkyWay счастливчиком ее автор, легенда белорусской журналистики, писатель Анатолий Николаевич Боровский. И, наконец, самое главное свидетельство важности происходящего в столице Республики Беларусь форума. На нем присутствовал и лично представлял технологию SkyWay высоким гостям ее создатель Анатолий Эдуардович Юницкий. Интервью со многими из упомянутых персон ждите в ближайшее время. Я радостный, потому что я тоже видел этот ролик сейчас и так далее. То есть вы видели, что началась эта выставка, что в ближайшее время будет большое количество видеоматериала касаемо данного мероприятия. И, в принципе, не могу вам не включить еще один ролик, который буквально сегодня вышел у нас на гора. Это касаемо тоже мероприятия транспортологистика, то, что происходит сейчас. Это для нас очень важно, потому что, по сути дела, мы получаем государственную поддержку. И внимательно, пожалуйста, слушайте этот ролик, где речь как раз идет о том, где говорит Анатолий Эдуардович Юницкий при передаче документов заместитель... Это генеральный директор, конструктор. Я не с кем-то везал. Я в Беларуси СМИ. Средства массовой информации. Кружится что-то вокруг. Услышал и запланировал посещение. Сейчас много видно. И хотел, потому что немногие даже в Беларуси знают о таких вот инновациях. Но Александр Горьк знает. Он поддержал в 97-м году еще у нас. Ну расскажите, в кратстве. Это, в принципе, на новик транспорта, это разновидность рейсового транспорта, электрический транспорт, с уникальными характеристиками. Вот это, допустим, как местный, мини-байк, и скорость в тот час это вообще. Можно платить педали, вырабатывать энергию и хватить проезд. Да? Только за счет педали можно 60 км в час получать скорость. А уже вы запустили там 15-50 метров? Да, мы еще строим. И первый участок в этом объем уже покажем, где мини-байки будут бегать. Я хочу сказать об эффективности. Представляете, если перевести электрическую энергию в топливо, 0,7 литра на 100 км в пути, при скорости 100 км в час. 0,7 литра. На 100 км в пути. Топливо в качестве... Если электричество перевести в топливо, то эквивалент 0,7 литра на 100 км в пути. При скорости 100 км в час. А это 14-местный городской. Игни-байк, можно зайти туда. Сидячие места. Сидячие. Четыре человека. Причем, это нормативы. Эта информация. Три человека, которые отменяются. Это очень пожарно. Скорость до 100 км в час. Тоже расхода нет, если перевести топливо. 2 литра на 100 км в час. То есть мы экономичный традиционный паспорт, а мы здесь у нас. Нам нужна ваша компетенция. В каком плане? Есть поручение главы государства вывести метро на наземную часть? На полюб. Вот я поручал Мору города, он собирал науку своих, институты, но они говорят, что это неэффективно. Я побыл в Дубае, проехал. Мне очень понравилось. Мы видели с президентом какие-то местами там рельсовые, монорельсы. Дороги, вот президент выручил, здесь рисовался, его там их парнил. И давайте мы эту тему разогнули, что у него происходит, безусловно. Более того, у нас есть предложение, которое еще поддержалось в Санкт-Петербурге, что по 97-й год. Но он поручил найти финансирование, правительство не нашло, мы сейчас нашли. У нас народный проект, у нас финансируют 8-2 страны, 100 тысяч инвесторов. Абсолютно все деньги приходят в Беларусь. Мы тогда сделали предложение по скоростной дороге Брест-Москва. Это предложение по повышению главы государства. Вот представляете, если будет по скоростной дороге, в России тоже ее поддерживают. И хоть не знаю, не двери в этом проекте. В то время в пути было полтора часа, билет был с кроме 10 дней. Мы приехали сюда в центр МИС, в центр Москвы. Ну вот мы увидим в ноябре это вот скоростное время. Да, мы первое, да, это не высоко скоростной. Бескосква-свою нам надо еще в 15-м метре, нам придется обращаться к главе государства, чтобы он выйдет в землю пока что ты сейчас. Я думаю, вы нас поделите. Там только под опорой, точнее. И мы в этом следующем году, завершаем еще 15 минут в высокоскосмосной трассе, и получили нам строить 500 кг в час, чтобы вызывать этот проект. А могу я вам дать отгон и отмотел? Хорошо. И мы обязательно подъедем на канал и открыть. И мы сейчас... Итак, коллеги, вот о чем идет речь. То есть, по сути дела, дай бог заручились государственной поддержкой чиновников Республики Беларусь. Вы видели, заинтересованность есть. Передан пакет документов, который рассказывает о технологии. Ну, а теперь перейдем непосредственно к тому, что у нас происходит сейчас, и о предложении компании Skyway Capital. Ну, первое, я уже говорил, что она создана специально для того, чтобы привлекать инвестиции. Зарегистрирована в Великобритании. Работает также по системе краудинвестинга, привлечения инвестиций от физических лиц, от частных наших инвесторов. Она работает на платформе краудинвестинга, также и корневая компания, которая начала работать в 2014 году. Ну, по сути, все, что мы делаем, это привлекая инвестиции, ускоряем выход транспортной технологии на международный транспортный рынок и выход нас, как инвесторов, на международный рынок финансов и инвестиций с теми долями компании, которые сегодня может приобрести пока еще абсолютно любой человек. Одно хочу заметить. Все началось в 2014 году, и, конечно же, привлекательность пакетов долей компании тогда была большей, потому что люди больше рисковали. Проект был на самом деле самый что ни на есть венчурный, то есть очень высоко рискованный, потому что, по сути дела, кроме роликов, которые мы раньше показывали на презентации, и заверения Анатолия Даровича Денисского, показать было нечего. Сегодня венчурность нашего проекта уменьшается с каждым днем. Вы сейчас сами видели в ролике, что технология представлена чиновникам, высшему руководству Республики Беларусь, но пока еще не президентом, но тем не менее. И признание есть Министерство транспорта Российской Федерации. Знали бы тогда, в 2014 году, люди, которые поверили, пришли и так далее. Они в это верили, многие до этого времени сейчас дошли и очень довольны от того, что вовремя сделали инвестиции. Сегодня уровень доходности пока тот, который соответствует седьмому этапу, и дисконт, это мы так называем, скоро изменится. То есть, к вопросу, когда выгоднее инвестировать в нашу технологию, в нашу компанию, сразу отвечу, выгодно сейчас. До 17-го числа, до 23-х часов 55-ти минут будет действовать тот уровень доходности по пакетам, который я покажу буквально через 2 минуты. Задачи компании Skyway Capital, они простые. То есть, наша задача привлечь максимальное количество денежных средств и максимальное количество инвесторов с целью финансирования всех тех работ, которые необходимо выполнять на каждом этапе развития группы компании Skyway до 2017 года. Потенциал каждой отдельно взятой доли к 2017 году мы рассматриваем таким образом, что это будет 1 доллар США. Сегодня есть возможность приобрести это за несколько центов, либо за несколько десятых долей центов. У каждого из вас. Конечно же, задача это создать благоприятные условия для таких, как вы, для наших инвесторов, чтобы они могли комфортно разобраться, не выходя даже из дома в информации, получить ответы на свои вопросы. Имея устройство для выхода в интернет и собственно сам интернет, взять и сделать инвестицию, скажем так, приобрести какое-то количество долей компании. И либо двигаться, скажем так, в ожидании, когда мы выйдем на мировой транспортный рынок, периодически заглядывая свой личный кабинет, либо даже принимать активное участие в популяризации проекта и при этом еще зарабатывать деньги сегодня, не дожидаясь, когда они придут в будущем. И, конечно же, наша задача максимально информировать вас о развитии проекта, чтобы действия, которые вы могли делать, и то, что делали мы, были максимально для вас прозрачны, понятны и просты. Это задачи, которые стоят непосредственно сегодня перед компанией Skyway Capital. На данном слайде вы видите тот прайс-лист, который, как я вам говорил, будет действовать до 17 октября 2016 года, до 23 часов 55 минут. В нем есть разные пакеты. Почему мы говорим микрофинансирование? Потому что сегодня фактически стать совладельцем долей компании может абсолютно любой человек, относящийся к любому социальному слою наших граждан. Это могут быть студенты, пенсионеры, которые немного получают и зарабатывают в виде стипендии и пенсии. Тем не менее, 15 долларов, это менее 1000 рублей на сегодняшний день, я думаю, может найти любой человек и, по крайней мере, купить минимальный пакет стоимостью 15 долларов, в котором насчитывается 540 долей нашей компании. Если у вас есть немного больше средств, вы можете купить пакет за 30, за 60, за 130 и более. Мы говорим о том, что не нужно инвестировать последние денежные средства, не нужно продавать все, что в доме у вас есть, не нужно занимать какие-то деньги, брать кредиты в банках и так далее. Достаточно сделать небольшую инвестицию, стать нашим партнером, двигаться по партнерской программе и увеличивать портфель инвестиций благодаря своей деятельности, потому что вам за вашу работу будут начисляться денежные средства на бонусный, на акционный счет. Вот третий столбик, диском, о котором мы говорим, он выглядит вертикально. Это то, что сегодня есть. Я думаю, что в среднем он изменится где-то на 20-30%, то есть минимальный уровень доходности будет не 36%, может быть даже меньше 30%. Максимальный может быть составлять и порядка 300%. Посмотрим, что будет после 17-го числа. Далее у нас был пакет Иннотранс, очень интересный пакет, который, скажем так, закончил свою деятельность по окончании выставки и мероприятия в Берлине. У нас сегодня действуют пакеты, которые вы видите на данном слайде, вот на нижней части данного слайда. Они были введены по просьбе людей, проживающих на территории развитых стран Европы, Западной Европы, Центральной, Восточной. То есть это инвестиции, которые, скажем так, многие люди себе не представляют, проживающие в СМГ. 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, 25 тысяч, 50 тысяч долларов. Но это те суммы, которые сегодня люди инвестируют реально. И получают серьезный пакет долей компании. Вы видите, почти от 1,5 миллионов до 16 миллионов на 750 тысяч можно приобрести. Плюс ко всему право приехать на территорию Экотехнопарка и высадить свое именное, либо плюс к тому еще дерево редкой породы, эксклюзивное. И сохранить свой вид в истории развития нашего проекта. Далее у нас есть пакеты долей компании, которые вы можете приобретать в рассрочку. Я вам про это говорил. И тот диском, который вы сейчас видите на экране, он будет также действовать до 17 октября, до конца этого дня. То есть вы можете приобретать пакеты долей компании стоимостью от 25 долларов до 200. Это стандартные пакеты старт-сеньер-стабильный бизнес, которые у нас действуют с 23 января 2016 года. Соответственно, на выходе вы будете иметь от 26 тысяч с небольшим до 405 тысяч долей нашей компании. Если вы получите дополнительные условия, которые вы можете прочитать в личном кабинете напротив каждого пакета, он дополнительно еще будет начислен от 9 до 144 тысяч, в зависимости от выбранного вашего пакета рассрочки. Для тех людей, которые имеют возможность платить большее количество денег ежемесячно, у нас есть рассрочка на 10 месяцев, номиналом он 500 долларов ежемесячно до 5000 долларов ежемесячно. То есть, в принципе, инвестиции есть на любой вкус, на любой кошелек, как мы говорим. И для гурманов мира инвестиций, которые любят вкладывать большие деньги и считают, что инвестиции, скажем так, меньше 50 тысяч долларов, это не инвестиции, это и дружки. Пожалуйста. То есть, у вас есть возможность приобрести пакет за 150 тысяч, либо взять три пакета по 50 тысяч, например, которые есть, и у вас там будет выгодный дисконт, и это будет гораздо выгоднее, чем просто из прайс-листа покупать пакет в последней строчке. Есть пакеты, которые можно оформить на своих несовершеннолетних детей, точно так же с дополнительными условиями и так далее. Как я говорил, любой человек, который стал инвестором в нашем проекте, проинвестировал на сумму от 15 долларов, может иметь большой пакет долей компании, стать крупным инвестором нашего проекта, с большим портфелем инвестиций в нашем проекте. Потому что, если вы делитесь информацией, если вы работаете, скажем так, в информационном поле, если вам понравилась эта идея, если вы ей горите, если вы увидели возможность еще получения дохода сегодня, вы будете легко об этом говорить своему окружению, если по вашей рекомендации, по вашим реферальным ссылкам люди будут регистрироваться в наш проект, разбираться в нем, приобретать какие-то пакеты долей компании, соответственно, за это вам компания еще будет платить. Кто-то может сказать, что немного, но, скажем так, от 0,1 до 20% от лично привлеченных инвестиций вы можете получать в нашей компании. Вас никто не будет заставлять делать какие-то жесткие объемы, какие-то ежемесячные продажи обязательно, либо объем вашей структуры требует ежемесячно какой-либо, как это происходит в нескольких тысячах проектов, в которых есть партнерские программы. У нас накопительный маркетинг, который позволяет вам продвигаться каждой последующей квалификации, которых всего 6 карьерных ступенек. Вас никто не ограничивает количество людей, которых вы можете за собой пригласить, но глубина выплат составляет 24 уровня. То есть это преимущество, о которых мы, как правило, говорим по вторникам и пятницам, завтра в 13 часов мы будем говорить снова о маркетинг плане нашей компании. И вот то, что я говорю, я не кривил душой, что даже если вы проинвестировали 15 долларов, у вас есть возможность стать владельцем большого пакета долей компании, даже несколько миллионов может быть у вас долей быть, если вы активно строите партнерскую структуру, потому что вам на бонусный счет начисляют деньги, которые вы можете выводить и тратить для своих нужд, которые у вас есть каждый день. А на акционный счет вам начисляют деньги, которые вы можете только потратить на приобретение пакетов долей компании. И относитесь к этому как подарок. Потому что половина суммы, которую сегодня вы получаете по партнерской программе в виде денег, которые вы можете снять с бонусного счета, начисляется на акционный счет. За то, что вы просто делаете свою работу, информационную работу и популяризируете наш проект. Не знаю, какова будет сумма начисления на акционный счет после перехода на восьмой этап, сметится она или нет, посмотрим. Есть вероятность, что она будет меньше, не 50% от бонусного счета положенной суммы, может будет 25, может 30, может 40, а может 15, я не знаю. Такое решение примет руководство. Для тех, кто развивает бизнес по партнерской программе, есть целый ряд инструментов, вы видите сейчас на экране, то есть в разделе инструмента партнера вы можете ознакомиться и скачать план вознаграждения, реферальные ссылки, которые вам будут доступны только после того, как вы подпишете партнерское соглашение, партнерский договор, становитесь партнером. Соответственно, вы сможете раздавать эти реферальные ссылки посредством интернета друзьям, знакомым, родственникам, коллегам по работе, партнерам по бизнесу. В социальных сетях, посредством электронной почты, скайпе, в других мессенджерах, в которых вы общаетесь. И благодаря тому, что кто-то из них будет регистрироваться, приобретать пакеты долей компании, вы будете зарабатывать деньги. Для тех, кто активно пользуется интернетом, тот, кто умеет строить бизнес в интернете, это люди, которые занимаются инфобизнесом. Есть баннеры, которые легко можно установить на свою интернет-страницу, они будут 24 часа стоять на вашей странице, привлекать внимание людей. При переходе по этому баннеру люди попадают на информационный портал нашей компании, могут ознакомиться с информацией, нажать кнопку регистрации, это ваши партнеры. То же самое относится к разделу новостей внутри личного кабинета партнера компании Skyway Capital. К инструментам у нас относятся такой вебинар, который проходит сейчас, с целью которого не просто пиариться и каждый день выступать, надоедать вам в этом окошке, а донести информацию до людей новых, которых вы можете приглашать, и они здесь могут задавать свои вопросы, они могут проявить интерес, потом задать вопросы вам, вашим наставникам, если они рядом, у вас есть в скайке и так далее, и в принципе стать вашими партнерами. Далее, к инструментам у нас относятся живые презентации, которые проходят в целом ряде городов и стран. Каждый день у нас фактически проходят такие мероприятия. И если у вас в этих городах и странах проживают друзья, знакомые, родственники, то есть те, с кем вы когда-либо общались, вы можете их пригласить на данное мероприятие, они могут прийти вживую посмотреть на это, получить информацию, получить ответы на вопросы, принять решение и двигаться вместе с вами в нашем проекте. Используйте данную информацию, ее легко найти, в России. Она у нас находится в разделе расписания вебинаров в личном кабинете. Там есть и все вебинары со ссылками, по которым вы можете зайти на мероприятия. И расписание живых презентаций в целом ряде городов и стран. То есть там вы можете найти фамилию ведущих, фамилию организаторов и телефоны. На сайте юницкий.ком в разделе новостей каждый понедельник выходит новость, в которой выходит объединенное расписание и онлайн мероприятий на разных языках. А сегодня у нас больше пяти точно. Каждую неделю проходят по несколько раз. И живые мероприятия с прописанным точно адресом, временем, местом проведения презентации. Кто его проводит и какая тема. Было бы желание такую информацию искать. Мы стараемся это делать максимально доступным для вас, чтобы вы могли это использовать. Ну и вместе с вами продвигать технологии, продвигаться самим по бизнесу, который называется бизнес-компанией SkyWake. У вас есть возможность обращаться в нашу службу технической поддержки. Работает она 24 часа в сутки. Помогает разобраться в технологии, рассказывает о компании, какие есть платежные системы. То же самое вам могут сделать и помочь разобраться во всем наши менеджеры отдела информационной поддержки в Москве, которая находится здесь. Недалеко от метро Терпуховская, недалеко от метро Павелецкая. Вы видите адрес, наши телефоны. Ну и в принципе в конце всего того, что я вам наговорил. Как я и обещал, постарался вместиться, скажем так, 45 минут и вроде бы у меня получилось. Отличная возможность для каждого из вас стать участником нашего проекта, принять участие во внедрении инноваций, инновационной технологии, принять участие и стать инвестором, то есть инвестиционный проект. Приложить свои физические и моральные и духовные усилия к тому, чтобы реализовать то, о чем мы с вами сейчас говорим. Изменить свою жизнь, изменить жизнь, скажем так, человечества в целом. Ну и чувствовать себя комфортно потом, потому что вы, скажем так, эту возможность не пропустите. Потому что она не прошла мимо вас, как многие другие, которые сегодня реализованы, принесли деньги огромному количеству людей. Но нас это не затронет. У меня на этом все. Если у вас какой-то вопрос сейчас возьмите, можете написать. Спасибо вам, Тамара Эдуардовна. Вы снова начинаете меня охвалить, как это было какое-то количество месяцев назад. Всем хорошего дня, хорошего, точнее, вечера настроения. Следите за расписанием вебинаров, которые у нас проходят каждый день. И, в принципе, сегодня в 19, я так понимаю, должен быть вебинар интересный, на котором Владимир Маслов должен рассказывать информацию и по юридическим аспектам, и по адресным проектам. Поэтому заглядывайте на наши вебинары, получайте информацию, приглашайте тех, кто хочет в них разбираться, да, в том, что мы предлагаем. А мы с удовольствием с вами работаем, сотрудничаем. И огромное вам спасибо тем, кто пришел в наш проект, те, кто, скажем так, двигается, трудится, погибает когда-то. То есть именно благодаря вам данной технологии сегодня близко к тому, чтобы реализоваться. Вы сами сейчас видели все своими главами. Передают документы, просьба, скажем так, принять участие в, скажем, логировании, да, того, чтобы глава государства принял решение и могли легко продлить 15-километровый участок, чтобы все продемонстрировать. Мы к этому идем. Всем отличного вечера. Здоровья, любви и денег. И до новых встреч. Запись будет. Я сейчас ее остановлю и выложу на наши интернет-ресурсы.